минут десять я подойду чуть-чуть терпения и все будет нормально в принципе для меня не удивительно почему я сейчас объясню без зайца не возвращайся это не обзор всегда надо чуть-чуть подождать я надеюсь видно так что фарту всем давайте всем огромный привет с вами константин мазила я рад приветствовать вас на своем канале ну и конечно же на канале центр шот лучшему сообществу и арбалетному нижайший поклон от меня здорово ребят здорово парни давно не виделись всех вас с прошедшими праздниками я папствую как бы да сынок не дает мне немножко расслабиться вылезти на природу поснимать вам видосы но я думаю что чуть-чуть терпения и все будет нормально поэтому я помогаю своей жене и связи с этим небольшие задержки с видео но статьи я пишу так что читайте в к статье обязательно ссылку в описании оставлю заходите читайте много частотей хороших и так сегодня ну скажем так обзором это наверное вряд ли можно назвать обзоров уже много очень сделано на арбалет blade и сегодня речь пойдет о блэйде от компании икея арчери сразу хорошо что не забыл многие спрашивают икея икея арчери икея арчери что такое икея арчери икея арчери приводится как если по-русски это перевести то это кинетическая энергия то есть кинетическая энергия арчери арчери стрельба из лука из арбалета в общем стрельба из метательного оружия то есть кинетическая энергия стрельба из арбалета или кинетическая энергия стрельба из лука вот что такое икея арчери но не об этом я хотел сегодня рассказать сегодня речь пойдет о блэйде еще раз повторю это не обзор потому что уже много обзоров и у меня я стрелял на 50 метров по моему если не ошибаюсь ставлю кусочки видео стрелял на 50 метров кучность показал блэйд очень хорошую в принципе для меня не удивительно почему я сейчас объясню также тизер я снимал по моему целый уже год прошел как и сам арбалет у меня примерно уже наверное чуть больше чем полтора года в арбалет я влюбился сразу и ну то есть знаете давайте если без положа руку на сердце да это самый недорогой арбалет из линейки икей арчери я имею ввиду блочный арбалет с теми показателями которые скажем так отвечает всем требованиям которые которые бы я возлагал на арбалет вот сто процентов у нас сейчас такая ситуация я не знаю почему но как-то ребята немножко оживились я имею ввиду в арчери тематики и очень много сейчас ребят не задают вопросы по поводу покупки недорогого арбалета недорогого арбалета и причем чтобы он был какой-то серьезный то есть когда мне говорят хочу недорогой арбалет я обычно предлагаю конди рекурсив для дачи для развлекаловки тот же ну вот на данный момент сейчас на рынке появился появилась кобра замечательный город кобру покупать они говорят нет мы хотим что-то более серьезное более серьезные для серьезных задач скажем так тогда и начинаю предлагать blade они мне говорят почему blade почему черт возьми blade во-первых сразу же мне начинает котенка тыкать в тот момент что у blade 345 fps скорость ребята 345 fps это очень много мне говорят ну жнеца 370 да это тоже много хорошо давайте если вот аргумент вот я вам сейчас приведу аргумент я уже писал об этом тысячу раз есть такая компания называется экскалибур экскалибур у которой фан-клуб огромнейший по всему миру то есть экскалибур это арбалеты рекурсивные и в среднем можете зайти на сайт экскалибур а до топовые там модели они скоростные но модели средних рядов до всех они 300 310 315 fps и с этими арбалетами ездят и на сафари и я не знаю там там такое вообще еще раз повторяю фан-клуб огромнейший столько трофеев добывается что просто мама не горюй из арбалетов повторяю еще раз 300 fps понимаете гонка за скоростью это маркетинг это маркетинг это все 343 я надеюсь видно причем мы уже стреляли и второй раз 343 343 что нормально все то есть конечно ты заходишь магазин тебя говорят вот арбалет там 250 скоростью него этот арбалет 300 этот арбалет 350 это 400 конечно ты слышишь эти цифры у тебя уже 400 fps я покупаю его не отдавая себе отчет в некоторых деталях почему блэк у него круглые камы то есть у него не агрессивные камы а это значит вообще должны понять что чем не агрессивнее лук или арбалет в данном случае арбалет тем лучше точнее вы будете из него стрелять понимаете поэтому я говорю ребят серьезные под серьезные какие-то задачи покупаете арбалет вы покупаете его пожалуйста покупайте тогда такой арбалет из которого вы не будете промахиваться который очень быстро освоите и и сможете получать от него удовольствие станете с ним одним целым будете друг друга понимать прицелился выстрел попал вот пришел увидел победил я считаю что это будет но это не самый большой аргумент моё как бы в конечно 370 ну нормальная скорость супер до жнец там фобос отлично но почему блэйд опять же мне почему блэйд он меньше он компактный размах плечей у него гораздо меньше чем у фобоса и чем ужница он легче чем фобоса жнец те из вас кто действительно бывал в лесу кто понимает что такое ходить по сопкам да и не только по сопкам там иголочка каждая иголочка вот иголочку тебе в рюкзак ложат ты уже чувствуешь что вес прибавился я кэш утрирую но это так и есть каждый вес когда ты уходишь в лес а особенно если ты идешь какие-то дальние у тебя там не знаю по угодям ты должен пройти автономные когда походы до какие-то где ты разбиваешь ты с собой несешь все палатку какую-то небольшую или навесами за ли гамак там спальник еда с собой все принадлежности то есть все 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 ты носишь с собой и при этом у тебя еще с собой огромный тяжелый арбалет да это просто ну ну это не в какие ворот это уже получается каторга и поэтому я лично я выбираю небольшой лук небольшой арбалет легкий арбалет и в то же время арбалет который еще раз повторю на 3 4 раза это видео который отвечает всем абсолютно требованиям почему сразу я там в первые же минуты когда приехал ко мне blade не сняла в нем обзор потому что опять же я люблю обкатать вещь обкатать и наверное сегодня бы я не стал снимать об этом арбалете вот этот свой монолог да но еще раз повторяю очень много моих друзей попросили чтобы я это сделал то есть попросили у одного травма плеча он не может стрелять из лука и с этим переходит на арбалет второй весе у него там куча луков он хочет арбалет еще 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 потому что ну давайте давайте я скажу наверное слова которые не будут приятные лучникам но они должны понять это для того чтобы освоить лук освоить нужно потратить достаточно много времени вот реально для того чтобы ты мог взять стрелу лук растянуться и на 50 метров попасть в куриное яйцо и точно знать что ты попадешь нужно потратить не один год вот не один год с арбалетом же совсем все по-другому то есть освоить арбалет нормально если ты серьезно к этому подходишь можно да за месяц можно без проблем вообще поэтому 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 сбился смысле поэтому к чему я это все говорю к тому что те ребята которые хотят серьезно заниматься стрельбой да то есть я имею под словами серьезные это значит заниматься охотой да и кто у кого нету времени там осваивать там два года лук или год даже хотя бы год лук те и выбирают арбалеты так вот к чему я все все это говорю и вот ребята мои попросили что выбрать ребят хотите 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 фобос берите фобос хотите жнец берите жнец хотите еще какие-то там я не знаю xb там или очень дорогие если у вас извиняюсь за выражение денег как у меня кое-чего забанить да без проблем покупайте но давайте за будем загибать сейчас пальцы первое легкий второе маленькие габариты у него маленький у него меньше размах плечей еще раз повторяю а когда его взведешь он вообще малюська легче маневрений точнее вот точнее сто процентов точнее за счет того что здесь нет вот этой агрессии блоков понимаете точнее плюсов очень много но ребят еще я вот что хочу сказать есть два варианта блэйда есть два варианта блэйда один из них это где-то год назад уже полтора появился год у него нет виброгасителей у него нет виброгасителей у него нет стс of то есть нет виброгасителей на плечах нет виброгасительные стрессов естественно нет виброгасительные стресс то что самих стрессов нет вот покупайте с стрессами это больший плюс гораздо во первых он тише будет стрелять для охоты это хорошо да с стрессами во вторых все вибрации действительно эти резинки очень качестве они все вибрации гасят на 1 вот поэтому поэтому лучше поку лучше пусть он дороже будет да но но укомплектован будет именно стрессами и виброгасителями это это лучшее вот просто я вам рекомендую что я пожалел о том что я первый у меня был если вы смотрели у меня не было там не стрессов не виброгасителей и потом мне пришлось все это искать добывать находить ставить и когда я все поставил то я заценил насколько все точнее лучше и круче вот поэтому мой вам совет такой добрый если за да если мне зададут вопрос чем лично я у меня несколько арбалетов есть но это мой любимец вот реально говорю мне даже даже покажу видео сегодня такое легкая light вот сами понимаете почему нельзя жесть показывать вот покажу небольшой видосик для своей коллекции снимал и это именно 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 и еще раз именно blade больше никто мне нравится будет как-то вот так ну ладно всех обнял всем пока пока ребят не знаю запишется звук или нет нужно тихо просто я сел уже минут пять пока тут все расставил зарядил поставил в общем жена сказала хочу зайца точнее детям хочет зайца сайчика приготовить иди в лес без зайца не возвращайся вот поэтому я сел взял камеру с собой у меня там салонец сайчи старый старый салонец я раз в год подсаливаю раз будет подсаливаю если ну вообще на самом деле я стараюсь его подсаливать не дабы там зайцев добывать дабы на всякий случай вот кстати этот случай настал давно я последний раз я на зайца ездил с максом таранчем вот в общем до от меня до этого салонца где-то метров метров 35 даже на 35 метров 33 34 35 вот так по дальномеру вот от этого места где сижу где-то 34 35 метров вот так тут все будет зависеть куда еще заяц выйдет у меня есть . 33 метра 35 метров то есть он как бы заяц же не на одно место подходит и вот посмотрим куда выйдет я сейчас вам покажу но это навряд ли будет видно вот на этой горке на горке сразу солонец в общем я все шуметь не буду тихонечко сяду посижу тихо а уже когда выйдет тогда пахнет все тихо выключаясь включусь когда уже выключаясь я камеру я камеру пытаюсь подвинуть он тут же голову поднимает вот есть тихо есть 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 деревня недалеко лает собаки все хорошее попадание хорошо попало сейчас пару минут подождем минут 10 я подойду хотя его перевернуло вообще сильно очень бьется, бьется там, бьется 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 но попал хорошо нормально домой вернусь зайцем короче минут где-то 30 я сидел шум, шум сначала был ну это навряд ли был заяц ну такой шум не знаю кто а потом заяц прямо вышел на ад тихо-тихо вышел и я камеру хотел пододвинуть и он раз-раз уколу подымает я раз замру он чика пускает я еле арбалет-то снял у меня надо было ну на готове все конечно я не готов был что он так быстро выйдет ну че нет, надо подождать чуть-чуть чуть-чуть подождать всегда надо чуть-чуть подождать в общем все пошел я пошел схожу вот так вот тут и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Видео конечно это для личного пользования, но вряд ли его кто-то увидит... Но может пригодится... Ну давайте... Обнял... Сердце... Даже маленькая добыча... Это всегда добыча... Это всегда добыча... Так что... К форту всем... Давайте... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...